Энергетика, безусловно, уникальная отрасль, ведь без тепла и света невозможно представить нашу жизнь. Энергетики станции ГРЭС-1 своим трудом вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. В своей речи генеральный директор станции ГРЭС-1 Мади Абишев поздравил и поблагодарил сотрудников, отметил успешные показатели проделанной работы и наметил планы на будущее. Стоит отметить, доля станции ГРЭС-1 на электроэнергетическом рынке Казахстана составляет 23%. Мы завершили все запланированные ремонты, как вы все знаете, и подготовили 7 энергоблоков на текущий и на 2019 год. И заявили нашу располагаемую мощность на зимний период на уровне 3400-3450 мегаватт. По прогнозам, которые складываются на сегодняшний день, как вы видите, мы выработаем на уровне 19 миллиардов киловатт-часов. Это на 4,2, на 4,3 миллиарда больше по сравнению с прошлым годом. Это результат совместной работы, склаженной работы и результат модернизации реконструкции и кемоскутской ГРЭС-1 за последние 5-6 лет. Казалось, ни один сотрудник не остался незамеченным в этот день. Оно и понятно. Наград было очень много. Звание «Заслуженный энергетик СНГ» получил начальник цеха ремонта основного оборудования котла Гафиулла Жахсабаев. Звание «Заслуженного энергетика Казахстанской электроэнергетической ассоциации» присвоено Станиславу Миссюра. Званием «Почетного энергетика» удостоились Юрий Волохович и Алибек Боядилов. Звание «Ветерана энергетика» получил Александр Черепенин. Почетные грамоты ассоциации присвоены Конатпеку Аяшинову, Борису Балбатунову, Владимиру Дергачеву, Алексею Кремневу и Каэрбулату Смаилову. Мой трудовой стаж начинается с 1984 года. По направлению молодого специалиста, по окончании вуза я устроился на работу и в данный момент до сих пор работаю. Я хочу поздравить всех энергетиков, не только нашей станции коллег, ветеранов, но и весь Казахстан, всех энергетиков Казахстана. Медаль «Казэнерджи» вручена Александру Мельник. Также ряд сотрудников удостоен почетных грамот и благодарственных писем от Объединения «Казэнерджи» и Фонда национального благосостояния «Самрук Казна». 18 самых опытных сотрудников получили звание «Ветеран энергетик» Казахстанской электроэнергетической ассоциации. От имени ветеранов удостоившийся этого звания с музыкальным номером выступил Анатолий Павлович Устеменко. ПЕСНЯ ПЕСНЯ За значительный вклад в развитие станции почетные грамоты получили 15 сотрудников. За пятилетнее существование профсоюзной организации станции работники предприятия принимают участие в ее движении, а потому самые активные из них получили свои заслуженные награды. Также по традиции в преддверии Дня энергетика на станции чествуют победителей конкурса «Лучший по профессии». В этом году в нем приняли участие 88 специалистов предприятия. Все без исключения участники показали отличные знания и умения как в своей профессиональной деятельности, так и в области техники безопасности. От имени подшефной школы поздравил энергетиков директор девятой школы Талгат Ахметов и подарил станции от имени своего коллектива статуэтку Степного Орла, олицетворяющего мощь и независимость. Я хотел бы, чтобы ваш руководитель Мадив Акасович, так же как и царь птиц высокого паря, чутко охранял территорию своей станции, заботился о благополучии всех сотрудников и вообще о энергетике. Мы все представляем, что без энергетики, без энергии, конечно, наша жизнь была значимой истории. Поэтому всем вам процветание, благополучие и счастье. Торжественное мероприятие яркими выступлениями украсили талантливые сотрудники станции Владимир Баранов, Мируэрт Ликерова, Айнур Камзинова, а также команда КВН Мегаватт и хореографический ансамбль Джуманджи.